Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте! Город Ревда, Свердловская область. Пичугова Галина Николаевна. Мы, жители города Ревды, многие из которых пенсионеры, много лет были вкладчиками кооператив «Город». Сейчас мы обращаемся к вам за поддержкой. Несколько лет у нас процветал этот кооператив, в котором было вовлечено более 350 членов. И 4 месяца назад директор этого предприятия, господин Калузанов, без проведения общего собрания, реорганизовал кооператив «Город» в ООО «Союз членов города». И люди, многие пенсионеры, которые не могут получить сейчас ни вклады более года, ни проценты по вкладам, обращались в прокуратуру, обращались в милицию, в полицию, в мэрию. Но нас нигде не слышат, и поддержки пока никакой мы не видим. Сейчас, с 28 марта, идет уже ликвидация этого предприятия, и наши деньги исчезли. Поэтому просим вас от всей души, помогите нам разыскать эти наши деньги и провести независимую, нормальную проверку этого кооператива, чтобы люди могли все-таки успокоиться и продолжать дальше жизнь без стряски. А также на вашем жительном пути желаем вам всего доброго и надеемся на вас. Так, мне нужна Лариса Михайловна Зайцева. Нет еще, не подожди. Вот с ее подсказки... Так, вот вам еще. Одну секунду. С ее подсказки разговор идет в воскресенье вечером. Она проконсультировалась, оказывается, у нас в Ревде, в здании, которое было ранее профилакторием СУМЗа, сидит специальный человек по защите вкладов. Вот-вот-вот. Ну, и я сказала спасибо, она мне еще называет один Свердловский адрес. Я говорю, ну все, значит, завтра я в понедельник туда прилетаю. Номер не пришел, подковыренный с пятницы в отделении лежит. Ну, ну ладно. Вторник я отправляюсь в Свердловск. Она мне называет фамилию. Балабанов Антон Семенович. Это Министерство управления государственным имуществом Свердловской области. Казалось бы, какое отношение они имеют, да? Оказывается, самое прямое. Человек очень грамотный. Человек благожелательный. Человек, которому я объяснила ситуацию, говорю, я из Ревды, вот такое дело. Он мне говорит, а к нам уже обращались еще летом с этим вопросом. Не стал искать свои упоминальники там, говорит, ну и что? Это я обошел. Вот. И я говорю, значит, показываю все документы, говорю, вот мы прошли, значит, тут суды, тут мы полисменов прошли, тут мы сходили к мэру города. Дважды. Дважды мы побывали там. Вывод сделать очень легко, потому что уже с первой встречи мэр города так и сказал, ну что, тетеньки, а мы все вот такие тетеньки собрали, 70 и выше, вот. Ну, проститься вам надо с деньгами. Да, смогу. Спокойно. Во второй раз я ему ответила таким, что меня можно уже в каталожку закатывать. Вот. Итак, я, значит, во вторник, ничтоже сумняшца, отправляюсь на вами на Сибиряка, 111. Весь этот разговор я передавать вам не буду, потому что вы не хуже меня знаете, что с вами творят. Он предложил два направления. А что там на Сибиряка? А? А что там на Сибиряка? На Мальнене Сибиряка? А, вот это министерство по управлению государственным имуществом. Сейчас я объясню, почему это так. Он говорит, у вас два пути. Во-первых, то решение полисменов, которое абсолютно недоказуемое, ни одного факта, ни одной бумажки, ничего, нигде, это можно оспорить в прокуратуре нашего города, что мы не согласны. И таким образом подвести это под уголовное дело. Мало того, 22 сентября я по эхо Москвы, Свердловск который, слышу такое. Значит, вот, наконец, закончено дело по кооперативу, который был расположен на улице Радищева. И точно такая же, если Свердловск. Значит, это все-таки уголовное дело, поскольку мошенничество в особо крупных размерах. Я это все запомнила. А 23 сентября я была вызвана на собеседование туда. В полицию. В полицию, да. Я говорю, Елена Анатольевна, так вам все в руки идет. Звоните своим собратьям по Перу, берите основу, подставляйте наши цифры и вся музыка. Все. Говорю, там уголовное дело. Потом, слышу же, по эхо Москвы, оказывается, это указание свыше. Потому что все суды переполнены вот такими вещами. И, значит, указание передавать все в гражданские судьи. А гражданские судьи, это очередная поборость с нас с вами. Да, конечно. И никакой ответственности. Никакой. Почему он не тут же в этом самом... Значит, набрал на мониторе. А вот теперь я перехожу, почему управление государственным имуществом. Нашим гражданам, руководителям дана зеленая улица. Они переформировались. Теперь они вкладами заниматься не будут. Они теперь будут заниматься арендой. Зачем бы все подписывались под этим? Знал бы, где упасть, соломку подстелим. Я сделала замечание, говорю, ну почему вы делаете задом-доперед? Сначала собрание, посвятите нас во все ваши, так сказать, дела и планы, а дальше эту бумажку нам подставляйте. Да, он прятался, не показывался, мы все его не видели. А вот, как мне сказала полисмен, он боится. Я говорю, так, залезь в мой карман, он не побоялся. И вот почему он быстро их вычислил. Конечно, предоставить 11 площадей для аренды, кто из вас сможет? Никто. Значит, опять у нас власть советская? Власть наша. За наши деньги. А как же? А как же? Поэтому он предлагает вот такой вариант. То есть, предложил. Значит, первое обращение в прокуратуру на предмет Булатовой Елены Анатольевны, пусть она делает так, как надо. И второе направление он мне дал. То есть, единственный, кто может завернуть это дело все и проследить, куда деньги ушли, кто они такие, это филиал управления Центрального банка по Уральскому федеральному округу. Адрес мне он дал, Циолковского, 18, это район Южного автовокзала. И сразу же мне подсказал, что если в милицию, вот кто был, тот знает, что каждый дает показания, каждый пишет заявление, то в тот банк можно написать коллективное. Можно, но обязательно к этому заявлению нужно предложить копии ваших договоров. Вот, обязательно. А съездить я съезжу, это мне несложно. Для начала, значит, у нас получается понедельник-вторник пьем, да, от всей души. Она больше не способна. А в среду я уже поеду, и чтобы не вот этот человек, а чтобы я сама посмотрела на все бумажки, как и что, и что, и что, чтобы меня правильно научили. Потому что... Ксерокопию сделать, да? Ксерокопию. Да, чтобы мы не наделали ошибок. Вот, и чтобы это все было грамотно с точки зрения их правил. Потому что Центробанк только единственная контора, которая может это сделать. Вот два пункта, которые вам на обсуждение. Ну, а куда передавать-то я хотела? Про Пермский еще объясни. А? Вклады про Пермский. То, что она нам хочет говорить суды, суды, суды. Ну, это, конечно, мне кажется, вранье. Что она говорит? Ну, она же говорит, что, значит, 18-го числа... Да, она говорила... Верми... Ирина-то... Да. Он отвечает, она уже трубку не берет, товарищ там, этот, который будет, что юрист. Да. Будто у них 18-го... Февраля суд, а там немного, немало, 30 миллионов. Крупный заемщик, она говорила, да. Это они выиграли. Должник не явился, вчера в суд перенесли на пенсионер. Должник уже второй раз не играл. Уже? Да? Второй раз не играл. Ну, вот, значит, я отстал. У этой фирмы адрес юридически не существует. Ну, говорят, мэрия там, когда должна какого-то города... Вот. Тогда еще один вариант попробовать. Не знаю, что получится, но попробовать можно. Существует общественно-приемная губернатора. Да, да, да. Вот. Это... Ну, весь губернаторский комплекс, вы представляете, где новый драмтеатр через дорогу, там под флагом. Там я бывала. Ну, это было два года назад, я там была. Они ведут прием один раз в месяц, последняя пятница, на которую нужно обязательно, то есть, приехать, так же, как у нас в полкоме, зарегистрироваться. И они дают приглашение. Такое приглашение я в руках держала. Стоматология, как увидела приглашение, запомнила, как меня зовут и с днем рождения поздравляет. А я вынуждена была, я без зубов осталась, значит, здоровья нет и так далее. Ну, это государственное учреждение, с ними легко было расстраиваться. А это-то нет. Поэтому вот таких три пункта. Другого выхода нет. А можно сразу и туда, и сюда, и в третье место. Вот, наверное, это будет правильно. Единственное, что я говорю, что я вот в среду сама съезжу в Центр. Ну, куда нам ксерокопия-то сдавать, надо же приносить кому-то, отдавать, нет? Давайте. Мне кажется, надо время назначить снова в сессию. А, снова сближаться? Да. И чтобы уже принесли ксерокопию. Ксерокопию-то вам так передать. Вот, после устрема с компаниями. А, ну, что я это не... А, ну, что я... Набирайте вещи, я потерю. Елена Ивановича. Так вот тоже человек сказал, опередил, что надо поддерживать связь и дать... Да, 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 чтобы телефоны были вот так. Давайте, вот сюда все, мы запишемся, фамилия, имя, телефоны, чтобы вы все здесь знали. И, конечно, когда мы сходили к второй раз, к Макрицову... Как он ответил? Да что я? Расстрелять, что ли, их должен? Он говорит, я не смогу. А я ему так вспомнить, что я говорю, а я запросто. Он говорит, мне выбирать не из чего. Да. Вот на этом хохоте мы расстались. Дальше вывод легко сделать? Легко. Ну что? Я научусь, ты знал. Я тебя защитила. Ну, Кольцов это такой трус. Да? Он держится со своё место. Вы что? Как он пролез по головам? Не знаю. Ну как, я знаю. Чего не знает, того не знаю. Одного утопил. Телефоны записывали. И телефон записывал. А что, а говорили, что сегодня риск будет? Да, говорите, где у нас представители ПК-города. А приступайтесь в ресторане. Послушайте. Ирина Владимировна. Я была там. Я поехала, потому что когда мы первый раз пришли к Макрицу в Лонгой, ну у вас ещё есть возможность обратиться в областное МВД. Меня не надо надолго уговаривать. Я на утро, редикуль подмышку, представитель. В среду, я ездила во вторник, в среду я пришла к Еле Анатольевне. После обеда вдруг звонок. Проверка на вшивость была со стороны КПК-город. А вы зачем собираетесь? Я вкладчица. А вы где собираетесь? А вы зачем собираетесь? Это отвечает ей. Влагособразила вовремя. Я говорю о Швердловске, говорю вкладчикам. Летом выплачены деньги. Она говорит, а у нас нет Швердловских. Тут в списке, тут и Перуральские есть.